сейчас у нас на ремонте вот такой планшет дел но собственно стандартный ремонт одна из самых частых поломок планшетов это завесы сломались тут уже открывается только на одном уже частично даже отломалась обод вот этот но и тут и крепеж весь железный сломался начнем ремонтировать снимается эта ободка просто на клипсах вытаскиваем она не прикручивается во всяком случае в этом планшете в этом ноутбуке что будем делать будем приклеивать вот здесь получается что оторвались крепежи винтиков такие вот внутри там вот эти латунные места места где должны были приклеиваться вот туда мы сейчас вот вот там три места туда будем эпоксидным клеем приклеивать и будем укреплять и конечно же будем ослаблять петлю потому что она слишком затянулась из-за этого собственно и сломалась но сейчас я откручу эти винтики и будем обезжиривать и садить на эпоксидный клей и так вот на эти места я буду приклеивать все эти четыре гаечки они все оторвались я вот выдавил такой эпоксид металл сейчас размешиваю размешивать нужно недолго потому что у него время жизни там что-то около 45 минут и сначала приклеиваю слегка потому что потом залью уже буду заливать полностью но и буду приклеивать насмерть вместе с вот этой рамкой саму именно саму рамку железную буду приклеивать корпусу чтобы она была никто уже не будет менять экран здесь случае чего она была но ребром жесткость чтобы она имела жесткость потому что вот эти вот скобы они сломались скоба жесткости она отломалась и уже не имеет будем выходить из того что есть что делаю просто немножко бока смазываю бока самой гайки стараясь чтобы внутрь не попала туда все таки будет винтик закручивается здесь тоже бока вниз ну а потом я еще как и сказал буду середина попала потом буду выковыривать получается из середины я потом буду это все заливать сейчас мне предварительно чтобы они стали на место а потом буду заливать это все эпоксидным эпоксидом чтобы они держались пока просто предварительно и так же вот это она тут стоит становится свое свою позицию свое положение вот здесь вот хорошо поэтому просто снизу ее приклею она уже будет тут на своем месте а потом буду укреплять все вместе но после первого этапа когда все высохнет все застынет буду уже ну или даже немножко сейчас подолью и так чему я пришел вот эта штучка у меня отломалась я решил сделать новое взял какую-то оцинковку с крышу выбрал просто такую старую оцинковку более-менее толстую и вырезал вот такую часть просто как я это сделал вот с одной стороны взял широкую полосочку обыкновенную вот такую полосочку металла в тиски и зажал загнул вот эту вот этот край а потом по форме вырезал ножницами болгарочкой прислонил отметил прислонил вот эту штучку отметил отверстие просверлил чтобы она сюда влезла получается что здесь есть вот такие вот пластмассовые подставочки вот эти вот эта планка ложится прямо на них на подставочкой я с этой стороны их подрезал чтобы под низ стала вот эта планка и все теперь я по всей поверхности приклеиваю вот за счет вот этой поверхности она будет держаться это с этим приклеится я уже обезжирил сейчас сюда вставляю тут только будет потом проблема провод вот этот заложить но как-то уж постараюсь что нужно сделать нужно отцентровать винтики вставить обязательно и собственно я потом еще винтики сильнее закреплю что-то не центруются отцентровать получается что если сюда закручивается сюда не закручивается сейчас возьму более большим сверлом просверлю и тогда будет возможность немножко не сцентровать сделаю отверстие и там и там большего диаметра и тогда она в принципе сможет закрутиться получилось у меня я немножко рассверлил отверстие больше сделал и теперь все три закручивается что мне нужно сделать замешать опоксидку клей и вот здесь вот только только здесь пока проклеить я после того как она проклеится сейчас я сначала еще хочу проклеить немножко больше вот эти вот гаечки я уже заколотил уже вытащу немножко перемешиваем и проклею гаечки здесь просто много получилось ну и здесь больше клея и пока я не приклеиваю рамку потом я эту рамку насмерть приклею к корпусу менять его никто не будет но она будет служить тоже армированием за счет нее будет крепиться завесу рамка металлическая поэтому думаю что она выдержит потому что вот этого приклеивания если она на родном не выдержала правда дело еще было очень хорошо здесь нужно будет еще освобождать место под место нужно будет освобождать под то чтобы кабель как-то протянуть но тоже я буду прорезать специально для места для прокладки вот этого кабеля тут есть с этим трудности все таки нужен так ну и все теперь я смазываю вот эту поверхность и приклеиваю площадке наверное я много сюда заложил заберем назад и за счет этого она будет держаться это планирую на счет площади немножко отсюда заберем все вставляем на место она немножко приклеится там конечно придется потом отторвать наверно и так думаю где-то что-то придется отрывать вот так и обязательно закручиваем все винтики концентровать наживить просто все теперь ждем пока она высохнет приклеится и потом уже буду насмерть все приклеивать последний раз залью клеем приклею и так этому к этому залью кабель и к корпусу и плюс к тому всему еще и приклею это к корпусу и она все вместе будет хорошо держать но сейчас в принципе пусть пока приклеивается задача у него приклеится все пока все ну заканчиваю я приклеивание хочу сейчас тут уже все залить эпоксидным клеем уложил провод так чтобы он не мешал при установке чтобы он здесь не должен и здесь лежать потому что здесь завес будет и и что нужно сделать я вот использую видно или нет вот так тут эпоксидная смола эпоксидный клей paksi-pol он бывает разный сейчас за мне почему-то он больше понравился мне кажется у него больше клеящая способность к пластику металлу лучше прилипает так скажем сейчас единственное у него малое время жизни буквально несколько минут что-то там 3-4 минуты и начинает схватываться поэтому быстренько замешиваем секунд 30 укладываем и потом он начинает уже при густеть густеть быстро очень это такой недостаток смотря для чего кому-то это преимущество если нужно быстро склеивать чтобы быстро прихватился за заливаю побольше единственное что нужно не залить на место куда вкручиваются винтики чтобы было куда закручивать вот так вот я на тут где-нибудь к металлу к пластику к самому приклеится и будет держать я надеюсь что этого будет достаточно везде тут побольше накладываю придано вставляю завес теперь прижимаем винтики обязательно вкручиваем сразу на место и даже потом прижиму и оставлю высыхать ну собственно это вся процедура ремонта повторяйте это несложно сам завес я здесь немножко смазал и чуть открутил гайку чтобы было легкий ход чтобы был потому что по какой-то причине то ли подсохла смазка начал завес слишком жесткий стал и из-за этого собственно и сломалась ну а теперь он будет большей степени на противоположном завесе работать все теперь что еще хочу сделать так вот здесь нужно освободить от клея вот эти вот места и еще здесь есть работает вот сюда будет защелкиваться крышка поэтому нужно здесь осталось вот этот завес защелка должна работать все теперь я еще вот здесь стяну только сам край аккуратно не прижимайте матрицу потому что матрица лопнет а вот вот этот зажим можно придавить собственно все вот так и только на край именно на железку придавил не на матрицу на матрицу нельзя все оставляем застывать потом установим лицевую крышку ободочек этот и можем отдавать хозяину повторяйте подписывайтесь на канал думаю что будет интересно увидеть как и другие бытовые приборы можно ремонтировать простым способом и дешево всего доброго увидимся нет 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 нет